Всем привет! Сегодня у нас будет видео, скажем так, не совсем обычного формата для моего канала. Случилась такая неприятная история. Это смартфончик Xiaomi Mi 4i. Смартфончик моей жены. И он в одно прекрасное утро, после того, как он вечерком был посажен и поставлен на зарядку, то утром он включился, подвис и начал перезагружаться. Постоянно перезагружаться, причем что удалось даже зайти в рекавери. Он зависал в рекавери, перезагружался, подвисал. Короче, то есть польза смартфона в принципе реально была неважна. Но сейчас он в принципе не включается, батарейка наверное уже совсем уже уселась. Вот. В Fastboot аппарат загружается, то есть на него даже залили прошивочку. Но, к сожалению, это не программная проблема, а скорее всего какая-то аппаратная. Значит, один из вариантов, то на 4PDA на форуме мне скинул ссылочку, что была подобная ситуация у человека, и он решил ее тем, что он разобрал смартфон, шлейф от материнской платы, ну и после этого, на минут 10, после этого то аппарат как бы ожил, и с ним как бы все было отлично. Вот. Такую же ситуацию попробую сделать и я. И вот, кстати, в этом видео то, о чем я всегда говорю, то есть неразборные смартфоны, это все, скажем так, очень условно, потому что этот аппарат я разобрал вручную без проблем. Саму разборку не снимал, не знал, сколько это время не займет, разобрал его с помощью вот такого вот медиатора, просто подделал, отщелкнул за щелки, ну и, в общем, короче, снял. То есть снял заднюю крышку, и сейчас уже буду пробовать, соответственно, разбирать смартфончик дальше. Что мы здесь имеем? Здесь мы имеем батарейку, и здесь вот такая вот лейба, battery removal. То есть я смотрел на портале iFixit, то есть там разборки конкретно Mi 4i нету, и я, как говорится, сейчас буду пробовать это делать самостоятельно. То есть что здесь как делать, не знаю, то есть получается, что делаю сейчас я все вместе с вами. Вот, ну, может какие-то моменты я буду ускорять, чтобы вас не утомлять. Так, ну и, соответственно, продолжать уже. Вот. Сейчас я пробую достать батареечку. То есть она вроде как достается, она там живая. Единственное, что я не хочу просто ее повредить. И хочу как-то сделать это аккуратненько. Ну, у меня нет, честно говоря, особо каких-то, скажем, специальных инструментов для того, чтобы это сделать. Поэтому делаем подручными способами, подручными вещами, по сути, такими же, как бы и вы пользовались точно так же дома. Ладно, сейчас я что-то поищу, чем можно это поддеть, и продолжим. Так, у меня есть такой вот наборчик отверточек различных. Надеюсь, что что-то из этого мне поможет. Вот, с этим он всем справится. Может, это просто такой чут-чут-чут? Нет? Те, кто занимается профессиональным ремонтом, пожалуйста, не ругайте. Я не являюсь профессионалом. Сейчас все, что делаю, это я делаю, скажем так, методом проб и ошибок. Я никогда не монтировал телефоны, по сути, ну, максимум, это что я, в принципе, их разбирал. Сейчас просто хочу вот справиться с этой проблемой. Вот. И не претендую, скажем, на какую-то профессиональную работу. Так, что-то он нормально открываться не хочет. Ну, не знаю, чем это связано. Ладно, что мы сделаем? Ну, сейчас вот мы сейчас берем эту крышку. Может быть, речь снимать, не нужно будет совсем. Может, я просто ерундой занимаюсь. И можно все это сделать попроще. Так, берем самую-самую маленькую из-за этого отверточку. И, соответственно, сейчас откручиваем. Она сюда нормально становится? Да, отлично, нормально становится. Откручиваем нас аккуратно, чтобы ничего не сорвать. То есть, болтики мы довольно-таки деликатные. Смотрим, чтобы потом не было, скажем так, обидно, то делаем все очень аккуратно. То есть, хорошо прижимаем отверточку болтику, ну, и, соответственно, крутим. Для того, чтобы у нас не было проскальзывания, никаких движений, которые могут нам сорвать голову нашего болтика. Так, 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 так. Теперь. Теперь. Продолжение следует... Так, все болтики мы открутили. Теперь смотрим, как у нас снимается вот эта вот вся крышечка. Попробуем как-то ее поддеть. Да, у нас там, судя по всему, на каком-то клее там, потому что слышу, как отходит, как будто скотч там какой-то клеем. Что-то ее все равно там держит. Не знаю, что. Может здесь какие-то защелки еще? Вот, есть. С этой стороны челнули. Да, здесь у нас все-таки какие-то защелки присутствуют. Так, сейчас мы пробуем аккуратненько. Смотрим, что ли там у нас не мешает. Не, все отлично, сняли. Так, сняли. Ну и что мы здесь видим? Мы здесь видим непосредственно уже вот, я так понимаю, что какой-то из этих шлейфов это у нас подключение нашей батарейки. Вот. Но какой именно я отсюда, честно говоря, не вижу. То есть, какой из этих шлейфов идет у нас под батарею. Все равно придется как-то, как-то таки достать эту батарейку, чтобы посмотреть, как там она у нас, почему она у нас там крепится. Не хочется, конечно, ничего сломать. Но что делать, как говорится, да? Кто виноват и что делать? Не хочется говорить непосредственно на саму батарею. А, у меня что-то не раскручивается, когда я получу. Ну, ладно, сейчас будем что-то думать. Так, 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 так. Ну, мы можем поступить другим путем. Если батарея не достается, вы переживаете. В частности, например, как сейчас вот лично я, то есть, ну, я, видите, не получается мне просто так достать батарейку, не хочется ее никак повредить. Мы можем все три вот этих вот шлейфа отключить и, соответственно, посмотреть, как это все дело у нас, что у нас там выглядит. То есть, они отключаются, я так понимаю, просто поднимаются легонечко вверх. Правильно? Да, правильно. Все это отключить на 10 минут. Да, отключили мы тут один шлейф. Давайте теперь попробуем второй. У меня, конечно, опять-таки инструмент не профессиональный. У мастеров, конечно, все это получится лучше, чем у меня, потому что я такой... Конкретно в этом деле, то я, в принципе, скажу, что я аматор. Вот, не знаю, что у меня из этого всего дела получится. Будет работать, не будет, потом смарт работать. Но я буду пробовать. Легонечко берем и снимаем наши шлейфы. Шлейфы очень легонечко, без, как говорится, резких движений. Стараемся все это делать. И, соответственно, вероятность того, что у нас все будет окей, то увеличивается. Ну вот мы отсоединили, как было написано в рекомендации, на 10 минут. То есть, на 10 минут, значит, давайте у нас... 13.57, значит, я 14.10, так, чтобы уже нормально, тогда мы продолжим. Что у нас там будет? Итак, у нас прошло 11 минут. Еще одна минутка, мне уже не терпится подключить шлейфы и, соответственно, запустить смартфон. Ну, пока я тут сидел, думал, то... Ну, не знаю, может быть, я... Ну, в общем, возможно, этот стикер, он и здесь есть для того, чтобы доставать батарейку. Но я попробовал ее доставать с помощью этого стикера, то что-то у меня ничего не получается. Все равно. То есть, она чем-то там, скорее всего, на ком-то скотче все-таки сидит. Ну, да ладно, не столь это важно. 14.10, давайте подключать и, соответственно, пробовать заводить. Так. Есть. Первый пошел. Следующий. Так, аккуратненько нужно, чтобы там ничего не повредить. Сейчас я там буду аккуратненько это все дело подключать. Так. Есть. Нет, не есть. Что-то со вторым у меня проблема с подключением. Есть второй. И третий. Третий шлейф подключаем сейчас. Есть. Третий шлейф мы подключили. И сейчас будем пробовать заводить, запускать наш аппаратик. Не знаю, правда, батарейка здесь живая, не живая, но, в общем, может быть, она разряжена. Ну, хотя бы хоть что-то попробуем увидеть, потому что он вообще никаких признаков жизни не подавал. Так, аппаратик заводится, меня уже это, откровенно говоря, радует. Ну, по крайней мере, ну, в принципе, вот это я видел раньше. То есть, что я вижу, мне это хорошо, но это еще пока ничего абсолютно не показывает. Сейчас я попробую подключить зарядочку. Зарядочку, зарядочку. Вот. Посмотрим, что нам скажет. Нет, может, нет кабель, может, вот этот. Так, то, что у нас не висит, это может означать, что его пробовали реанимировать программно, то есть сюда залили прошивочку. Может быть, просто оно у нас висит, потому что мы только... Вот, Android, окей. Все круто. Ну, уже все же лучше, чем было. В общем, ждем. Ждем, 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 ждем. Воу! Ха, аппаратик у нас запустился. Батарейка у нас заряжена. Итак, аппаратик у нас завелся, батарейка у нас заряжена. Так, давайте ищем. Нет, дружище. А, нет. Фу, мне уже показалось, он завис. Русский. Далее. Так, ну, да, он немножко подлагивает чего-то. Так, теперь выбираем клавиатурку. Клавиатурку, конечно же, выбираем. Свайп. Пока что не подключаем. Окей. Пока что пропускаем. Симочки мы не ставили. Пока что тоже не добавляем. Окей. Пускай будет. Так-то так, по всей точке данных. Ну, не надо. Так, выбираем рабочий стол. Рабочий стол. Вы видите, сейчас уже не лагает. То есть, лагал изначально. Все, аппаратик запустился. А, нет, еще не запустился. Окей. Загрузка приложений. Но, по крайней мере, он уже не зависает. То есть, он нормально уже включается. Как бы не перезагружается. Не уходит постоянный, как бутлут называется. Да, постоянная перезагрузка. То есть, уже все окей. Значит, все-таки метод, который сегодня я вам показал, он может спасти ваш смартфончик, ваш девайс, если у вас Xiaomi-шка с подобными проблемами. Вот. Смартфончик, давайте проверим, завис, не завис. Нет, смартфончик у нас не завис. У нас все в порядке, все работает. Так, не так. Заведочка 10, 0, 6, 10. Все окей. Все у нас штуки на месте. Все. Все good. Камера у нас работает. Все отлично. Так что, если вы столкнулись с подобной проблемой, или вам просто нужно разобрать Xiaomi Mi 4i, Mi 4C, такая же история, более чем уверен, там практически все идентично. Да и любые аппараты Xiaomi с такой, скажем, компоновкой корпуса, я думаю, что в этой инструкции это вам при себе будет полезно. Если у кого есть желание, можете закинуть на 4p, да, если у кого есть желание, конечно, то есть, ну, уже смотрите по желанию, если, конечно, видео было для вас полезно. Вот, аппаратик оживили, ура. Но аппаратик, скорее всего, будет продаваться, потому что жена моя уже прихватизировала Xiaomi Mi 3i, он уже ей понравился, так как этот, то фактически недельку, то он лежал, просто не функционировал. Все, на этом я прощаю. Всем большое спасибо за внимание. Пишите свои комментарии, задавайте свои вопросы. Может, что купить хоть, тоже пишите. Такой вариант, в принципе, тоже возможен. Вот, а на этом я тогда буду с вами прощаться. Не забывайте также подписываться на канал, когда не подписывайся. Ну, и вот так вот ставить внизу. Пока!